Бездействие приведёт к новым жертвам. Местность писали, как свитцы. Они из белого списка все. Здрасте. Сами спросите их, они прекрасно понимают, что это часть игры. Белый список. В кино с 23 ноября. Привет, я Клифф Хенгер, и это фильм «Монодром». Безработный качок вступает в секту, крадёт пистолет и катится по наклонной. Я разжёг огонь, и я верну его себе. Я изобрёл сталь, и я верну её себе. Фильм начинается в такси. Водитель Ральфи пялится в зеркало заднего обзора, как пассажирка кормит грудью младенца. Заметив его пристальный интерес, женщина требует остановить машину и выходит, даже не заплатив. Ральфи продолжает смену, любуясь в окно на рабочих, которые вынуждены ишачить под хмурым, как героин небом. Серую погоду пытаются скрасить рождественские гирлянды, но без снега их потуги бесполезны. После смены Ральфи отправляется в качалку, лелея мечту навалять Бэтмену в следующий раз, после чего делает дежурные фотки для соцсетей. Затем парень забирает свою беременную девушку Селл с работы, выслушивая в пробке её жалобы на начальство. Они отправляются в супермаркет за покупками, попутно рассматривая молокоотсос. На кассе, прикинув сумму заказа, Селл убирает менее нужные покупки, что ярко характеризует их финансовое состояние. В следующий день протекает также. Работа в такси, упражнения в качалке. Там он обращает внимание на качка Ахмета, за которым даже подсматривает в раздевалке. Позже он затаривается фармацевтикой у барыги Джейсона, чтобы быстрее набрать форму, но от стильной пары кроссовок отказывается. Денег нет. Джейсон приглашает его при случае познакомиться с новыми друзьями. Вскоре праздничную атмосферу разбавляет мокрый снег и болт Санта-Клауса, который тот демонстрирует обедающему Ральфе. Водитель выходит, чтобы рассмотреть поближе, но тут выходит Селл. Они отправляются домой восстанавливать пошатнувшуюся гетеросексуальность парня. После интима девушка рассказывает, как ходила днём к врачу, но парень больше обеспокоен стоимостью обследования. Ральфи отправляется на встречу с друзьями Джейсона, главный среди которых матерый охотник на хищников папа Ден. Разговаривая за столом, собравшиеся интересуются, как у гостя обстоят дела. Он трудится таксистом не от хорошей жизни, а после увольнения из крупной корпорации. Ральфи покидает застолье, чтобы не тратить деньги, но возле машины его находит Ден. Мужчина беседует с ним, переживая, что тому непросто тянуть лямку ответственности за семью без поддержки родственников. Утром Ральфи просыпается на диване от кошмара. Он не хочет рассказывать про него Селл. Ему не нравится, что девушка достала из чула на рождественскую елку. Там хранятся вещи его матери. Это едва не приводит к ссоре. Затем парень отправляется на работу и в качалку, стремясь не отвлекаться на мускулистые туловища. В раздевалке его находит Джейсон. У него подарок от ребят собрания, решивших поддержать Ральфи в трудную минуту. Удивленный такой добротой, Ральфи отправляется в загородный дом на очередную групповую встречу. Как новичок он представляется собравшимся, где председательствует папа Дэн. Остальные члены общины хвастаются, сколько уже держат целебат, добровольный обет безбрачия. Один из участников сообщает, что благодаря поддержке общины продержался с раком больше, чем врач отмерил. Остальные также высказываются в позитивном ключе. Не хватает только чувака с раздвоением личности, который никому не говорит о своем подпольном закрытом клубе. После обязательной программы Ральфи бродит по дому, слушая разговоры участников и аккуратно тыря яблоко про запас. Он слышит спор Джейсона по поводу бардака в комнате, после чего заходит в кабинет хозяина, где роется в столе. Ральфи находит пистолет и строит из себя ковбоя, зачем его застает папа Дэн. Мужчина интересуется, есть ли у парня ствол, помимо того, что в штанах. Развозя незнакомцев, никогда не знаешь, кого встретишь. Папа Дэн рассказывает, что по всей стране есть несколько похожих домов, где живут люди, которые нашли в таком сообществе новую семью. Папа Дэн расспрашивает гостя о еще не родившемся ребенке, после чего практикует с ним дыхательную практику и предлагает присоединиться к их семье. Расстроганный, но неопределившийся Ральфи уезжает, видя, как остальные выходят проводить его. Позже, подвозя маленького мальчика, Ральфи поотечески наставляет его на позитивное мышление. Пассажир забывает телефон, но водитель решает не возвращать ему девайс, а сдать его в ломбард ради лишней пары баксов. Вечером он отдает выручку сел, но у той возникают закономерные вопросы. Откуда прибыль? Ральфи признается про телефон, что девушке не очень нравится. Морально-этический комплекс парня шатать должна она, а не случайный шанс. Как он будет воспитывать ребенка, которого она даже не хотела оставлять? Ральфи вновь посещает семью папы Дэна. На этот раз они проходят тренинги по умению отказывать женщинам в психологическом давлении, повторяя мантру, что каждый из них сам вершит свою судьбу. После глава окуривает паству каким-то дымом, побуждая новичка рассказать о том, что его гложет. Ральфи признается, что его беспокоит тот факт, что он не является добытчиком в семье. Доморощенная психотерапия вынуждает парня проораться от бессильной ярости при поддержке остальных участников группы. Позднее Джейсон интересуется, бросил ли Ральфи свою девушку. Большинство участников сектора остается со своими подругами после вступления. Однако парень пока что не готов к такому повороту событий. Но поджидая подругу с работы, он внезапно уезжает в качалку, сбрасывая ее звонок по дороге. Когда пара качков в зале просит администратора поменять музыку, Ральф идет к ним. Ахмед предлагает ему подружиться, но от гнусных инсинуаций интимного толка едва не развязывается драка. Обеспокоенный тем, как ему нравятся накачанные мужские тела, парень, уходя, разбивает зеркало, в котором до этого делал фото. Но позднее он едет на завод, где Ахмед трудится рабочим, чтобы проследить за ним. Так и не забрав сел с работы, Ральфи на машине таксуют около гей-клуба, подбирая парочку выходящих клиентов. Пока тело бызается на заднем сиденье, водитель подсматривает за ними в зеркало заднего вида. Внезапно он резко тормозит, вынуждая голубков отвлечься, но закинувшись таблетками, резко гонит вперед, повторяя подвиг сами на серии, пролетая на красный свет. Перепуганные пассажиры умоляют остановить тачку, пока он летит по встречке. В следующей сцене Ральфи лежит сел в постели. Та интересуется, где он был весь день, но парень не отвечает. Позже он с парнями из секты примеряет рубашки. Товарищи предлагают подарить ему понравившуюся. На выходе их встречает девушка Брэда, одного из парней. Она интересуется, куда он пропал. Секта оставляет товарища поговорить. Уходя, Ральфи замечает, как мужчина унижается перед женщиной, чтобы не ранить ее чувства. Но та, заметив, что он дал слабину, чувствует свою власть и уходит. Теперь уже сама бросая его. Внезапно он испытывает чувство вины перед сел и хочет пойти к ней. Но остальные удерживают его, окружив, как на первой исповеди. Папа Дэн читает воодушевляющую речь, чтобы вернуть парня на ставшую привычную стезю. Позже в туалете Ральфи заглядывается на соседа по писсуару, после чего бросается на него сзади и избивает. Все в рамках борьбы с мудаками, пропагандируемой папой Дэном. Но занимаясь в качалке, он продолжает следить за Ахметом. От накопившегося напряжения Ральфи орет в машине по дороге домой. Застряв в пробке на светофоре, он достает из машины трубу и идет дальше пешком, по пути охаживая инструментом надоедливого Санту. Возможно, не того, что хвастался ему голым пистолетом ранее. Дома он наблюдает, как Сел занимается аэробикой для беременных, но потом выключает телевизор. Девушка решает, что ему не хватает внимания и лезет целоваться. И не таких на Фейсбуке игнорил, думает Ральфи, и уходит блюститься или бат. Он собирается уходить, не отвечая ни на один вопрос девушки, которая срывается в истерику. Только когда она хватает его, парень отвечает, берет ее силой и запирает в кладовой. Выходя из квартиры под ее истошные вопли, парень вспоминает самого себя, маленького мальчика, выросшего без отца. Ральфи отправляется в дом папы Дэна, где готов вступить в ряды сектантов. В честь такого мудрого и осмысленного решения его клеймят, после чего он вместе с остальными товарищами повторяет клятву уже на ненавистника. Затем начинаются танцы, нечто среднее между слэмом и разминкой в бойцовском клубе. После торжественной части Ральфи опять бродит по дому и заходит в кабинет папы Дэна. Его влечет пистолет. Хозяин заходит следом и велит зарядить пушку. Парень послушно вставляет патроны в магазин и целится в стену, после чего рассказывает историю о том, как отец бросил их с матерью прямо в Рождество. Ральфи предполагает, что батя просто сломался под гнетом обстоятельств, совсем как он в сложной жизненной ситуации. Папа Дэн говорит, что сам Ральфи был этим событием сломлен, но теперь у него достаточно сил, чтобы противостоять жестокому внешнему миру. Они повторяют простую мантру «Нет Бога, кроме Ральфи», пока тот не поверил в свои силы и не врезал наставнику от всей души. Затем он забирает сумку со всеми вещами и идет к машине. Когда Джейсон пытается выяснить, в чем дело, друг и ему от души пробивает с головы. Ральфи выгоняет тачку, расталкивая зажавшие машины и уезжает, не обращая внимания на бегущих следом сектантов. Утро он встречает где-то в лесу в помятой ночными приключениями машине. Собравшись с мыслями, Ральфи возвращается в качалку, подсматривая за Ахметом в раздевалке. Тот замечает его и беседует, подозревая, что парень не ради эстетического наслаждения любуется. После тренировки Ральфи следит за качком, преследуя его пикап до промышленного района. Ахмет всем видом показывает, что заметил его, после чего заходит внутрь цеха, а Ральфи идет следом. Внутри Ахмет подкрадывается к нему сзади и обнимает. Ральфи сперва сопротивляется, но недолго, после чего поддается своим низменным, но модным инстинктам, вызванным мемами про Гачимучи. После этого они решают познакомиться. Ахмет спрашивает имя и представляется сам. Но у Ральфи совсем другие планы. Он стреляет в него из пистолета папы Дэна. В следующей сцене парень сдает кучу вещей в ломбард, после чего с деньгами отправляется в больницу, где Сэл уже родила ребенка. После выписки Ральфи дома собирает кроватку для младенца, нянча с ним, пока Сэл принимает душ. Когда подруга выходит из ванной, она поет для сына колыбельную. К пению присоединяется Ральфи. Парень уходит в магазин за покупками, а по возвращении не находит дома ни Сэл, ни ребенка. Только одинокая записка «Прости меня» белеет на банке с протеином. Ральфи бросается на поиски подруги в коридор. Там его окликает соседка. Сэл оставила младенца ей, предупредив, что отец скоро вернется. Парень вынужден в одиночку нянчиться с малышом. Рождественским утром они просыпаются в квартире, где будто ураган прошелся. Ральфи на пикапе убитого Ахмета отправляется к общине папы Дэна. Он заходит в дом с младенцем. На фоне праздничной ели его возвращение с младенцем обретает чуть ли не библейский размах. Ральфи объясняет, что Сэл бросила их, несмотря на то, от Ральфи со пломбом, сектанты принимают его и младенца с распростертыми объятиями. Но по соседству полицейские уже проводят опрос, а папу Дэна Джейсона повестил, кого именно копы ищут. Достав пистолет, Ральфи просит общину помочь ему. Лидер убеждает его успокоиться и спокойно дышать, пока не наделал лишних дырок. В разгар дыхательной практики в дверь звонят копы. Ральфи хватает папу Дэна за футболку и угрожает ему стволом. Мужчина мягко убеждает парня не делать глупостей, отчего тот решает переставить ствол уже к своей голове. Ральфи просит отнести сына наверх, продолжая держать ствол у башки. Папа Дэн опускается перед ним на колени, начиная читать мантру об управлении своей судьбой. Остальные испуганные сектанты вторят ему. Поддавшись убеждению, Ральфи верит в свои силы и спускает курок, вышибая папе Дэну мозги. Следом он шмаляет по вломившемуся копу, убивая его. Ральфи берет чужую машину и уезжает, разминувшись по дороге с полицейской подмогой. По радио передают наводку, после чего в зеркале заднего вида маячат настигающие мигалки. Свернув в лес, Ральфи выбегает из тачки и мчится по зимнему лесу. Совсем как в кошмарном сне. Он бродит среди голых деревьев всю ночь, только утром выйдя к цивилизации. Он заходит в дом престарелых, где никто не обращает на перепачканного визитера внимания даже на кухне. В кладовой парень жадно хватает припасы, чтобы подкрепиться, а когда появляется повар, опять достает пистолет. Но повар не боится, он хочет помочь парню. Тогда Ральфи направляет ствол себе в голову и спускает курок. Но патронов в магазине нет. В следующей сцене Ральфи сидит в палате, куда повар приносит еду. Пока тот уплетает за обе щеки, повар рассказывает, как в детстве выпал из лодки во время рыбалки, а отец его спас из ледяной воды. Ральфи пересаживается к нему на кровати и прислоняется к его груди, как маленький мальчик, которому нужно утешение отца. Повар начинает петь колыбельню, а за окном уже мчатся, сияя разноцветными огнями полицейские машины.